...области не успели здесь пожить, но зато успели принять участие в праздновании этого города, причем вы выступали. И выступали в неожиданном для себя амплуаре, скажите. Началось наше выступление очень неожиданно, с появления на вот этих, как их называют... Акваботы? Да, на акваботах. Мы так поднимались где-то на 11 метров в высоту и потом заходили на ковер. Просто расскажите, как вы к этому готовились, как вы тренировались, как было первый раз подниматься? Потому что это как прыжок с парашютом в тандеме, получается. Вроде не страшно, вроде тебя страхуют, но все равно высота. Да, но мы всегда с Аришей говорили, хотим попробовать научиться так вот кататься. Флайбордисты, я вспомнила. Флайборд, да. Ну, когда мы, ну, нам предложили, мы сначала такие думали, да ладно, ну как бы. Шутка, наверное, что мы будем подниматься и выходить на помост и усваивать. Пошутили, наверное. Да. Когда мы приехали в Нижний и увидели все это, такие, вау, это не шутки. И первая пошла Ариша. Да. Как самая смелая, которая боится всего, особенно высоты. Мы пошли позавчера. Вот самый первый раз мы встали позавчера. И она сразу упала. И сразу упала. После чего я сказала, все, я боюсь. Ну, я упала нормально. Не больно? Нет. На низкой высоте. То есть, ну, нормально. Она просто испачкала мои штаны. Я просто окунулась, освежилась. И где-то мы пробовали летать пять раз. Вчера шестой был. Вчера был шестой раз. Мне кажется, они не ожидали. Ну, во-первых, они не ожидали, что снизу кто-то появится. А когда потом они уже узнали, что это мы, они и были в шоке. И мы вчера потом пошли на трибуну смотреть концерт. И все такие, ну, как, как? Вам было не страшно? Как вы на это вообще? Ну, это же очень... Как вы согласились на такое? Вы после Олимпиады успели разгрести свои социальные сети, сообщения? Кому-то ответить? Нет. Сколько там непрочитанных? До сих пор уже скрипали. Мы стараемся каждому ответить, но там очень много. И теперь еще прибавилось, потому что прошло 800-летие. И нас все отмечают, выставляют, ну, видео с выступлений. И поэтому надо еще листать, чтобы, ну... У вас Инстаграм же общий. У вас есть дежурная по Инстаграму? Кто-то по четным дням, кто-то по нечетным. У нас дежурная, мне кажется, всегда Дина. Она больше отвечает. Я отвечаю за Инстаграм. А какие-нибудь неприятные сообщения приходили туда? Или после Олимпиады? Да, это у нас чистит уже старшая сестра. А, это старшая сестра за неприятные сообщения? Она, да. Она тоже за задание. После Олимпиады тоже, судя по Инстаграму, успели отдохнуть. Удалось ли расслабиться? Может быть, выключить телефон там на какое-то время даже? Были с родителями? Как я понял? Ну, это было спонтанно. То есть мы прилетели 9-го. И 10-го вечером. Мы решили, что 11-го утром мы улетим на Кипр отдыхать. Давайте улетим отдыхать, чтобы сменить обстановку, забыть про все. И такие, давайте, купили билеты на Кипр. Полетели туда на недельку отдохнуть. А вот на таком отдыхе забываешь, что ты гимнастка? Мы старались как бы забыть. Первые два дня как-то не очень получалось. Да, не очень получалось. Но потом мы выключили телефон, старались вообще никому там не отвечать, не заходить в соцсети, если только выставить фоточку какую-нибудь. Но все равно нас там, в отеле узнавали. Поэтому, ну, нет, как мы отдохнем. Слушайте, но сейчас все еще продолжаются споры, скандалы, снимают специальные репортажи, отправляют протесты, апелляции. И это будет продолжаться, мне кажется, еще бесконечно. Сейчас вот чувствуется, что уже вам, в принципе, все равно. То, что та народная любовь и то признание, которое вы получили, вернувшись на родину, оно все равно круче. Это, конечно, круче, да, потому что очень много людей поддерживает. Спасибо им за это. Но я не могу сказать, что все равно. Ирина Александровна столько делает сейчас для нас, поэтому мы ее будем поддерживать, и она нас будет поддерживать. Прямо до конца будем бороться. Мы точно так же за вас, за вас, за вас. Но тему Олимпиады, конечно, невозможно обойти стороной. Вот смотрите, Дин, если про вас говорить, вы ведь в этом году не выиграли чемпионат России, не выиграли чемпионат Европы. И я разговаривал с другими гимнастиками, мне такие говорят, а может быть, это специально было, чтобы ехать вроде как не фаворитом? Да, что вроде как я в этом году и Европу, и Россию не выиграла, и я вроде как не фаворит. Это было как-то умышленно, или это так случайно получилось? Или уже тогда вы понимали по тем результатам? Нет, я всегда выхожу и стараюсь выступать на сто процентов. Я не могу так раз, ну, все, не буду выигрывать. Нет, это просто обстоятельства. Когда ехали на Олимпиаду, в принципе, мы сейчас уже видим, что судейство было чудовищным. Но вы тогда понимали, что оно может быть предвзятым? Что уже всем поднадоело немножечко? Немножечко. Даже, может быть, не немножечко. Что уже это продолжается гигамония 20 лет. И что вот именно когда поехали Аверины, вот сейчас-то мы как раз будем судить максимально жестко. Конечно, мы об этом не думали. Потому что, ну, мы с Ириной Александровной, вот последний сбор во Владивостоке предолимпийский, мы тренировались с утра до ночи, отрабатывали просто каждый шаг, каждый элемент. Ну, потому что мы понимаем, что это олимпийские игры. Да, надо делать элемент, стоять. Ну, все четко, чтобы не за что было снимать. Ну, мы не задумывались, как нас будут судить, что там будет. Мы просто делали свою работу. Квалификация ничего не предвещает. Три балла вы выигрываете у всех остальных. Это расслабляет? Наоборот, добавляет ответственности? Или какие здесь чувства, что вот квалификация, три балла мы выигрываем у всех преследователей? Ну, мы выиграли, потому что Леной допустила потерю. Ну, мы даже не задумывались там, ой, ну, выиграли, значит, надо расслабиться. Нет, ну, таких мыслей даже не было. Мы все забыли из чистого листа, на следующий день начали выступать. Первый предмет в финале – обруч. И сразу же вы получаете на три десятых меньше, да, по-моему, чем Леной. Насколько вы следите за оценками, вот, четко, либо смотрите даже за выступлениями соперниц, чтобы вот здесь отдавать себе отчет? Я вторая сейчас, я третья, нам надо догонять. Мы отстающие. Может быть, впервые за долгое время мы отстающие. Это непривычно. Ну, вот, я честно скажу по себе, я никогда не должна знать результатов. Ну, то есть, я должна просто спокойно выходить и делать все, что я умею. Ну, например, Дина должна знать все четко результаты, кто сколько получил, какое отставание, сколько надо получить. Но это было раньше. Это было раньше. Не знаю, сейчас я выходила, и я смотрела на табло, потому что я выступала первая, и там было... ...на каком месте идет. Ну, я специально смотрела, ну, правда, специально, чтобы знать, что и как. Мне, конечно, это не мешало, но мне еще Ирина Александровна после выступления сразу же, ну, она была с нами на связи все время, и она уже говорила о оценке, кто какую оценку получил. Поэтому мы все знали, и кто сколько получил, кто как сделал. Вы друг про друга же говорите, что Арина ангел, Дина дьявол. Это вот тот самый расчетливый, холодный, который смотрит на оценки. Ага. Ну, вы знали после первого предмета, что вы проигрываете? Я выступала самым последним, поэтому я знала все. Ну, как бы, я получила оценку... ...такого, вот прям, что все, это конец. Я, наоборот, как-то себя взяла еще больше в руки. Я такая думаю, ну, это только начало, первый вид, дальше будет лучше. Ну, как бы, я вот так спокойно шла, такая думаю, да не намного. Главное, вот, держать. Главное, стабильнее. Да, не на сильно уходить вниз. Главное, стабильно идти, идти, и там дальше. Угу. В английских играх отключился мозг. Я вроде вижу оценку, но вроде ее не помню. Например, я, может быть, помню, что на, там, не знаю, на чемпионате Европы, там, в финалах в ленте, там, получила 2-4-4, ну, грубо говоря. А вот именно, что я получала на Олимпиаде, не помню. Ну, не считая последней ленты, 2-4-0. У меня есть протокол, но самые интересные цифры для меня, и я думаю, что для зрителей, и вы сейчас объясните, ну, за мяч вы получили одинаково, дальше идут булавы. И Линой получает, там, на полбалла больше, чем вы. Но у нее сложность тела 5-5, а у вас 4-8. Получается, у вас разница, вот, булавы полбалла, а вот этот изначальный коэффициент сложность тела разница 0-7. То есть, именно вот эти 0-7, получается, сыграли роль большую. Нет, на самом деле, ничего не играло роль. А нельзя было сделать программу тоже, вот, чтобы не 4-8 было, а 5-5? Я старалась это делать, но просто я не могла это физически, из-за своей травмы спины. Ирина Санна это понимала, и мы, как могли, повысили. Но получается, что дальше мы столько обсуждаем ленту, и пересматриваем эту программу, нам показывают, сколько там витков было, 3, 4, 5. Мне кажется, уже весь мир наизусть знает Динину ленту. Да. Скажу честно, я не смотрела. И ленту ли ной? И ленту ли ной. Вот у меня здесь, я уже писал себе вопрос, готовился, у меня следующий вопрос. Сколько раз вы пересматривали финал Олимпиады? Я ноль. Ленту ноль. Ленту ноль, оброчи мяч булавы, так, отрывками, когда выставлял, кто-то так могла просматривать. Ленту нет. Не просмотрела. Вашу ленту? Ленту я свою не смотрела. А почему? Не хочу. А вот неудачное выступление сестры, оно как-то может повлиять на кураж? Вы же высокая эмоциональная связь у близнецов. Если вот такая неудача у сестры случилась, вы как-то это почувствовали? Я это поняла по лицам тренера, потому что Ариша тогда не пришла уже, она там осталась сидеть. И приходит в зал Вера Николаевна Шатальна и Ирина Борисовна Зиновка с телефоном, а там на связи Ирина Александровна. И они идут, ну, с таким лицом. И я такая, ну, все, да? Что-то там серьезное было. А там стоял телевизор, а я не смотрю на ее выступление. И они говорят, ну, типа, да. Она поменяла ленту, ну, я поняла, значит, узел детской зала. Я же не стала спрашивать, где, что и как. Раньше я там допрашивала. Я просто... У меня вот в первые жизни случилась истерика. Я стала переживать. Ну, потому что я понимаю... Еще перед своим выступлением. Да, я понимаю, что... Ну, мне вообще ошибаться нельзя. И... То есть это прям истерика? Да, у меня была истерика. Как это выглядело? Ну, я была одна на площадке, но я сама себе, там, не знаю, что уже не помню, говорила. Просто меня начало трясти. За всю Олимпиаду, это первый раз было, что у меня началось трясти. Я старалась так ходить, дышать, выдыхать, себя успокаивать. И успокоила. Все хорошо. Арину Дины была истерика после вашей ошибки. У вас какие были эмоции в тот момент? И понимали ли вы, что вам нужно, может быть, мысленно как-то передать спокойствие сестре? Ну да, в первую очередь я старалась, ну, как бы даже видом не показывать ей, что у меня все плохо. Ну, я была спокойная. Я даже не начала истерить, ну, потому что я нахожусь в зале, меня все смотрят, и я должна держать свое лицо. Но потом, когда Рита Мамон с трибуны крикнула, «Ариша, ты лучше!», я чуть не расплакалась. И я такая, так, держимся, держимся. Ну, была, правда, спокойная. А потом уже, когда ушла из зала... Ну, я помню, когда я выступила, Эришка мне подошла в Киссинг край, она сразу сказала, «Я четвертая, а у меня не было даже этого в голове». Я такая, «В смысле? Как?» Ну, то есть, я пропустила. Ну, я говорю, я вообще там, не помню, какие были оценки, я пропустила. Обычно я все четко прям знаю, кто за кем идет, а тут вообще нет. Ну, вы, то есть, текущий шли на третьем месте и понимали, что сейчас Дина подвинет, и это будет четвертая. Окей, истерика была, когда ошибка у сестры. По лицам тренеров вы все поняли. Ошибку ли Ной? Слышали, видели, знали. Видели. У нас был телевизор перед выходом, когда нам надо идти там по длинному коридору. И что-то я так раз, пока кроссовки надевала, смотрю, она теряет. Ну, как-то я немного, может быть, еще больше успокоилась. И наоборот, еще больше собралась. Потому что я понимаю, что это последний вид. Все допускают какие-то ошибки, может, не все я не видела. И надо, наоборот, быть собранной. Еще больше, чем в начале соревнований. И я иду по коридору, ну, так, настраиваясь. И Ирина Александровна мне, я помню, тогда говорит, Дина, Линой потеряла. Типа, у тебя есть шанс. У тебя появился шанс. Давай, иди и делай свою ленту, как ты умеешь. А так шансов не было. То есть 0,7 баллов. Нет, может, и было. У тебя появился шанс. То есть вроде как шансов не было. И тут он раз, потеря и появился. Ну, я не знаю. Больше шансов появилось. Да, у тебя есть шанс. Вопрос, наверное, который сейчас надо задать. В каких вы отношениях с Линой были до сейчас? Общаетесь ли? Раньше общались? Переписывались ли, может быть, после? Кто-то из вас. Ну, вообще все хорошо у нас. Мы с ней общались всегда на соревнованиях. Переписывались только если поздравляют друг друга с днем рождения, с Новым годом. Ну, это уже много. Да. Это уже приятельские такие отношения. У нас нет того, что так, мы все в черном списке, мы не общаемся, ничего нет. Нет, после того, что мы с ней общались вместе, когда шли на интервью, когда вместе сидели на допинге, общались нормально. А после была какая-то переписка, может быть, я не знаю? Нет. Или вот только... А, она с днем рождения поздравила. А когда вы ехали на Олимпиаду, вы ее рассматривали как опасной соперницей? Или вот конкуренция только? А от Арины, может быть, ожидали? Нет. Нет. Мы знали, что будет большая конкуренция, но я переживала за себя. Потому что как я себя настрою, так и будет такой результат. Аналогично. Вот как я соберусь, так и... То есть в вашем виде спорта соперница? Нет. Просто она... В нашем виде спорта соперник – это ты сама. То есть если ты допустил ошибку, это ты виновата, а не другой спортсмен. То, что ей так долго выставляли оценку, вам долго выставляли оценку, получается. Говорит ли нам это о том, что судьи считали баллы, чтобы ни в коем случае вы ее не опередили? Я не знаю, честно. А как вам хочется думать? Уже не хочется думать. Потому что не хочется переживать опять все эти эмоции. Потому что я только недавно успокоилась. Когда выставляли только вот эти видео, как я ожидаю оценку, стою там рядом с Аришей, тут сидит Вера Николаевна, и потом я берусь за голову, плачу. Нет, я не хочу, потому что я всегда это смотрела и плакала. 24.0. Насколько это та оценка, которую вы заслужили за это выступление? Как вы считаете? Насколько было справедливо оценено? Мы сейчас не берем, насколько много сбавили Линой за ошибку. Насколько хорошо и справедливо оценили именно вас? Ну, я уже где-то говорила, что я не понимала судейства, если там где-то я выступала, и понимала, если я делаю чисто, мне ставят. А там я вообще не понимала судейства, поэтому я не могу оценивать, сколько это, хорошо или плохо. Вы смотрели выступление сестры? Нет. Я не смотрю. Она меня вывела, кстати. Я ее вывела и ушла. Я забралась на помост, мы как всегда посмотрели друг другу в глаза, и все, она дальше ушла. Крайний угол я видела, и я сидела. Да, на стульчике закрывшись. Да, и уши, да? И уши закрыла, чтобы музыку не слышала. Ну, как-то было мне не очень выступать. Я сначала выхожу на ковер, и я понимаю, Ариша в зале. Ну, и что? Вот прямо рядом, в зале. А когда уже начала делать, я был про нее. Обычно вы не смотрите друг другу. Нет. Но тут она тоже на меня не смотрела. Я не смотрела. Вот идет такая, о, класс, я выступаю, Ариша рядом. Это же, наверное, круто. Это же такая поддержка. Ну и все. А дальше, когда я выступала, уже ничего не помню. Понятно, мы много говорим о том, что нельзя вручать золото спортсмену, у которого была потеря предмета. И много у нас случаев, когда потеря предмета, это автоматически гарантирует тебе серебро, бронзу, но ни в коем случае не золото. Но я вспоминаю вашу фразу в интервью в Мигзоне, когда вы были еще на эмоциях, вы сказали, что я исполнила программу более-менее чисто. Ну, я всегда говорю, что я более-менее сделала чисто, потому что если я начинаю себя смотреть, я вижу ошибки. Ну, то есть я не могу на себя смотреть. Я понимаю, что я тут могла что-то сделать тут. Я упражнения свои не смотрела полностью, отрывками смотрела, кто-то там выставлял. И, ну, я смотрю, и все, что я могла, как бы, я сделала. Главное, это нигде не потеряла. Вот это, наверное, самое главное. Не допустила именно грубых ошибок. Сейчас вот эти все письма, апелляции, то, что нам в ответ не предоставляют судейских протоколов и так далее, окей, нам предоставили протоколы, вам прислали золотую медаль. Вы будете счастливы? Ну, вот уже все, месяц прошел после Олимпиады. Может быть, даже не нужна мне эта золотая медаль, как нужна правда, там, не знаю, справедливость, чтобы дальше хорошо оценивали, судили российских гимнасток. Наверное, больше сейчас мы за это боремся. И опять еще один вопрос, который тоже задавали в Мигзоне, но я не могу не спросить. До следующей Олимпиады три года всего. Нет, смотрите, если вообще посмотреть на всю нашу художественную гимнастику, то вам немножко не повезло с эпохой именно. Получается, что Кабаева съездила на Олимпиаду в 18-22, Канаева съездила, по-моему, в 17-21 или что-то такое. Вам было 17, у нас были Мамун Кудрявцева, тут, получается, Олимпиаду еще на один год отсрочили, и тут появляется еще Крамаренко, которая на России вам дает бой такой, ей 16, и вот может быть как раз в конкуренции с такими, как Крамаренко, и у нас родится результат от Авериных на следующей Олимпиаде через три года. Ну, сейчас будут новые правила. Я не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь. Арина, вы не устали от гимнастики? Ну, я тоже сейчас пока в раздумьях, ну, думаю насчет себя, продолжать или нет. Ну, сейчас мы отдыхаем, восстанавливаемся, лечимся. Ну, пока вот четкого ответа не могу дать. Но в любом случае вы говорили о том, что после гимнастики вы хотите пойти учиться. Да. Куда? Ну, сейчас, наверное, надо учиться сдавать на права. Потом выучить английский язык. Наконец-таки. И пойти учиться на экономический. И я думаю, что для того, чтобы закончить интервью, нужно обязательно обратиться к зрителям канала Мач-ТВ. Но только не я, чтобы к ним обратился, а обратились вы, потому что вы не представляете, как вас все любят, обожают, ценят. В первую очередь хотим поблагодарить всех, кто нас поддерживал и до сих пор поддерживает, пишет такие теплые слова. Нам безумно приятно. Мы правда стараемся все успеть прочитать. И плюс после Олимпиады у нас был и день рождения. Нас тоже столько людей поздравили. Также продолжают поддерживать. Еще поздравляют с праздником, днем города. Я после Олимпийских игр так толком не сказала спасибо тренерам. Спасибо Ирине Санне, Верне Клавине, Ирине Борисовне, хореографу Веронике Борисовне. Всем врачам, которые вот с нами шли вот этот долгий путь, помогали на... В протяжении, ну, пяти лет. Да, сложных пяти лет. И спасибо всем болельщикам, родным, близким, родителям, всем, кто работает в федерации у нас, за то, что вы всегда поддерживали, помогали. И, наверное, без вас бы не было такого результата. И без вас бы не было ничего. Поэтому спасибо вам огромное. Хочу пожелать всем, главное, крепкого здоровья, счастья, благополучия. И верьте в себя. Поскольку мы вас не так часто видим в каком-то медиапространстве, ну, то есть у нас нет телешоу, посвященных художественной гимнастике. То есть это всегда какие-то либо соревнования, либо интервью. На соревнованиях вы чаще всего сосредоточены, суровы, только когда выступаете, улыбаетесь. На интервью все прокомментировали, все сухо. Поэтому я счастлив видеть вас сейчас в таком прекрасном настроении. Хочется верить, что вы все уже свое проплакали. И чтобы ваши жизни были в дальнейшем только слезы счастья. Спасибо вам огромное за те минуты радости, которые вы нам подарили. Было очень приятно за вас болеть. Спасибо.